Сегодня 13 мая 2016 года я приехал по Теряевку на день деревни послезавтра будет и поехал по полям тут посмотреть что и пруд один охота южный называется ктф раньше было и вот какие кроты на нарыли вот у меня 46 размер сапог вот 1 2 3 вот считай какой ширины это сколько он и он под землей не вылазит даже я когда первый год приехал говорили там особо просто обыкновенным капканом я поймал где-то помню в китах полив 70 что ли кротов все в окрестностях выше села тут не косить ничего нельзя вот я при прилягу маленько показать вот она где видите как как он вот он какой этот где стоит это он выдавливал оттуда надо раскопать туда поставить капкан прочистить нору это у него как метро он по нему ходит а дальше там он вон это наша деревня куда я приехал на юг с южной стороны это вот дома проглядать шиферные а это рядом вот здесь такое место жирикочки на конец деревни самые бедные вот она как раз про нее я рассказал или совета хлеб убирали с услуны делали из этих снопов и она маленько ушла за них двойню родила тут же сразу ни одного дня не были в декрете женщины после родов я не знаю два или три дня разрешалось вот так и от какие здесь кусты это пруд хотели сделать мы здесь пруд и уже копать работали два бульдозера наняли платили деньги а потерялся в деревне милиционер дружин геннадий петрович подполковник милиции ленинского района сотрудник бывший на пенсии уже страшно пакостный засыпал все органы разными кляузами на нас что кого-то где-то ограбили тут и ну то что попало и прокурор показал рипверт юрий николаевич у мамонском районе был прокурор сейчас другом месте я буду хочу аж мертвы не принято счет сумасшествие то что какое-то то есть я в этом районе спросил милицию у них занята там вел а это гордон зато сквалы же и вот он пришел сюда дел форму и начал митинговать остановил работу работу остановил и говорит а может там стратегический кабель какой кабель степи на дне а то было когда-то тот пруд был это вот сюда заехали скопнили они сена наши потеряем ски и так и осталось вот какие березы ну береза вот посмотреть если так вот вот это это примерно два корпуса человека взрослого и вот мы уже многое тогда сделали здесь это вал вывели вал ну все забросили лет 15 назад все так и засухло и вот сейчас нынче я думаю этот пруд то восстановить а прорва пруда вот где это все выпилить надо откуда весной вода течет а среди деревьев вот такая была бы красота вот сколько деревьев нарасту это все выпилить можно трактор это все сделает корни вытащит но тут вода воду надо как-то вы выпустить подсохнет осенью и небольшой пруд вот оно все какое я показываю здесь еду это вот плотина насыпь это все он сделал ушаков серебрихинского там рссу или что прекрасный работник остановили всю работу мамонтовские наняли это был один бульдозер еще два наняли коров свиней резали чтобы ну тут было бы это по-другому то но сейчас я иду тут не пройдешь вот у скотины оказывается забридала когда-то вот оно какое озерко пруд но на мелканьки тут купаться можно раны совсем мелканьки а его можно было углубить здесь свободно можно копать еще минимум метр на полтора кусты эти все у нас сомнёт даже не дрогнет вот здесь тоже был прорыв воды это все примнется в одном месте спуск сделать и все вот он такой глубокий через край шла вода и там тоже видать в третьих это все спилить убрать вот эта платина идет такие вот деревья осина это все убрать ну и начать делать прямо прохожу насчет тонет под ногами береза аккуратные какие ой 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 это в несколько охватов антополь охвата до 3 мужика руки протянут береза потоньше маленькой вот так еще тут не не покажешь но все же видно что тут вода вода и не просто вода много воды вот оно как рыжковский пруд запрудить в воду выпустить отсюда а уже в августе все подсохнет трактор даже не тонул здесь и начинать углублять корни эти все он повыковыривает притопщица есть мы знаем уже как это делать ну а потом когда разрастется деревня до этого места то тогда уже вопрос другой если бы это попилить хотя бы несколько можно было бы увидеть какая длина его там кусты вот этот я иду иду по направлению домой тень моя видать сядем и приехали это я тут проходил пролезть и как-то но вот это все надо пилить клёны лет 15 прошло как приостановлена была работа все заросло если их все это выпилить на дрова пустить бульнотер бы все это вырыл подрыв корни вывернул ну и вот здесь главная вода которая течет с полей вот мощнейшего тут в рост человека надо в рост человек вода вот стоит вот я стою но там ниже метра на может быть на полтора а там так все два будет вот с этой стороны сейчас я выйду деревья то все это убрать открыто будет то сразу птицы появится а так птица не будет закрыты потому что обозрения нету стрелять могут и это не трава какая-то деревья все эти спиливать надо они наросли молодняк вот сколько его это конечно все можем выдрать выпилить деревья откуда я приехал сейчас на велосипеде и вот это в рост человека мой рост метр семьдесят вал этот ровное поле и оттуда он настолько нагреб и было приостановлено работу то есть большая работа проделана пусты это все нарушая все это убирается как бензопилой у нас бензопила есть я обхожу его со всех сторон показать какой он чтобы поле не заливала а там свалку устроили это неправильно там траншеи вот эти два бугры рядом это силосные ямы были и почему не в ямах а рядом это тем более дальше вот эти вот а памятники памятники безумия как мы как египетская пирамида огромная-огромная это землю вырывали оттуда в землю село закладывали ну такое варварское отношение к земле не то чтобы облагородить а наоборот испортить а вот это то уже это это потеряевский видать и насыпали хотя я не знаю но от видно как он выдвигался суда так и шел я его обхожу со всех сторон его видно что он вот он к а вот туда дальше то если повернуть там железная дорога я не вижу ничего правильно неправильно тут показывает может быть и не железную дорогу показывает так ну вот это вот там лесополосы на той стороне и на этой вот он тут уже не успел сделать это надо было вал сделать озеро чтобы туда никуда не уходила это заливной лук был бы это очень большая работа большая работа тут надо людей много ну и все можно сделать прошлом году больше была работа и однако сделали так и здесь нынче средства были бы большие конечно средства вот оно все и деревья какие наросли не было это лет за 15 березы все что здесь наросло это пришло потом 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 ну вот этот потеряевский дома вот этот андрея устиного дом а дальше там павла был что ли далекая на велосипеде только приехал поехал цепь порвалась велосипеда цепь ребята все работают некогда начал сам никогда не приходилось это делать получилось сделал как один говорит пистолеты не делал горит но надеюсь то есть прошлый раз начал дуги гнуть не хуже чем и урославских мужиков получилось вот надеюсь надо подбрать сейчас я перехожу куда он толкал это все вот эти все деревья все надо убирать вот так вот он где заканчивался и вот это вот место надо было все убрать сколько тут не зайдешь это далеко зашли мы если так вот зайти обратно показать как бы грань какая вот она валика то значит он тут ножом резал бульдозер хорошие бульдозеристы ну вот нашелся рачительный хозяин стратегический кабель чтобы не повредили стратегический кабель потеряете в лесу меня то что значит пропагандах коммунистическая сейчас вот снимал и фсб везде краевой суд выбежали охранники не снимайте не снимайте на улице стоим то я же не вас ну не внутри то не снимайте здание нельзя снимать какой-то объект или что-то вот без дела сидят и надо себя проявить какую-то активность я считаю все это осколки коммунистической системы отрыжки страх а какой страх когда эти карты сейчас на картах мира в навигационных приборах везде везде каждый дом помещен что-то что не знает народный суд тут или что даже непонятно из-за чего нельзя снимать я стал интервью давать рядом так из кгб там из этого ссб выскочил один нельзя снимать фотографировать нельзя даже чего нельзя то почему нельзя когда стоит она прямо на проспекте ограда никакой нету но я через ограду там это решетка стоит оттуда сниму вот как привыкли людей жить секрет секретари тайна вавилон великая блудница она сожжена будет огнем за все мерзости и вот я обратно повернул показать что там он внутри там дальше это как раз то откуда я снимал сейчас я поднимусь на эту но на метр 60 примерно вот это вали валик и вон он везде вода туда уже не пройдешь там и блесит и блесит видать или нет это далековато развелось а это все надо убирать и поэтому когда я сказал что это думаю этот пруд восстановить они головами закрутили очень много деревьев убирать ну и что убирать 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 и убирать значит ой какая местность красивый этот роща вокруг нас роща березовая там кладбище с той стороны какая роща березовая там еще ремуха и ягоды костяника клад кладбище малина вот все есть здесь это богатейшее место сибири будет перерастать российское государство раз а алтай это жительница сибири хлеба чернозем земля то видать не видать от какая она тут не видать видать вот а чтобы мне туда не пройти то не показать что там в такое лежит почему лежит узнаю и начну долбить их кто виноват найти виновна все это спрятать убрать обложились это кто-то такой уже бесстрашный работал здесь а на селосных ямах я был тут работал туда лошадь опускали опускали как ты на веревках или как в яму и на ней верхом ездишь туда-сюда она ногами топчет чтобы он плотно лежал селос мелкая зеленый кукуруза селос издорубленная она изрезанная прям при уборке то и машинами и везут и через край сваливают нам и там стараемся утаптываем потом когда уже можно будет трактор туда съезжает и трактор начинает катать ее плотно а зимой не возьмешь сечками руби железная сечка пластами коровам уже это но если много дают не понимает значит выкидыш будет они сосклизлые такие телята ну вот видишь что тут рядом это уже никак не назовешь как только безобразие сколько банок сколько чего тут есть все бы вошло вот оно что и доски тут можно пилить но если не нужно ну что бульдозер звать чтобы завалил все вот оно совершенно в стороне это я подниму этот вопрос так не пройдет сколько банок сегодняшнего 10 дворов на 10 дворов и сколько мусора и мусора то дальше идет а там еще вторая траншея вот вот так он выводил землю вот это вот пирамида там и стоит вот и вот это на эту сторону они вывозили видимо глубокая туда трактор идет тащит и сюда но шире лезвие это и поэтому видимо с одной стороны копает яма траншея с другой вот так сейчас и дальше маленько пройдут что тут лежит ванна брошенная 2 ванна картон чугун вот или эти как это русский человек делать разве немец позволил бы так вот никогда а как делать да ну никак как штрафовать надо и все подсказать санэпидемстанции или какой-то к экологическим не хорош будешь на своих жалуйся у нас это не положено вот но если дальше смотреть так вот вот этот вот они тут живут и так обиходили себя не сужу говорю что никуда это не годится за нами придут люди вот видишь как там ребята шкурят жерни за это вот где я сейчас был вот здесь вот вот она как выглядит что валик мало земли вот он вам деревья внутри все надо наросли их никто не садил они сорта экология тут никакой претензий к нам иметь не будет потому что это если бы мы не убирали тогда и деревья бы не было на наш посев на почву палец семена и все выросло это можно воспользоваться это убрать чтобы духу не было бульдозер будет работать значит бульдозер загонит вода но выговорить я им выговорю все равно пока на этом